Новый год для представителей стран СНГ всегда был праздником волшебства, днём, когда все вспоминают события уходящего года и загадывают желания и ставят цели в новом наступающем году, неким способом перезагрузки, ожидания чуда. И даже есть такое понятие, как новогоднее настроение, которое должно витать в воздухе. И когда в твой год, по сути, вшит этот обязательный дух нового года, тебе кажется, что так происходит абсолютно везде. Но приезжая в другие страны, порой обнаруживаешь, что новогоднее волшебство есть не везде. И где-то люди либо вообще никак не празднуют этот день, либо делают это весьма формально. Сегодня поговорим, как же проходит Новый год в Турции, а вернее, даже его подготовка к нему. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Джунгл Белт с ним! В Турции живет огромное количество людей разных национальностей и вероисповеданий. Но основная религия здесь именно мусульманство. И традиция отмечать Новый год разнится в зависимости от города Турции. Так как Новый год с 31 декабря на 1 января не является тюркским праздником, а больше христианский. Тюркский Новый год происходит 21 марта и называется Неврус. Именно поэтому Европейский Новый год празднует обычно в таких городах, как Стамбул, где проживают больше всего христиан. И здесь находится главная православная церковь с резиденцией Константинопольского патриархата. А также в Анталии, Измирии, Аланьи, где очень много проживает иностранцев, христиан и приезжих туристов. Ну и конечно в столице Ангаре. Тоже праздник. В отдаленных городах и селах вообще нет никакого такого праздника. Так как по религии ислама рождественские символы и сам вот этот вот Новый год это признак религиозной и культурной деградации. И его не рекомендуют праздновать. Но никто не запрещает, потому что все-таки Турция это светская страна. А вот 21 марта, день весеннего равноденствия, волшебство праздника обитает абсолютно в каждом, даже самым малюсеньком населенном пункте Турции. Европейский же Новый год в Стамбуле, Измирии, Анталии, Аланьи и Анкаре наряжают магазины, витрины, кое-где ставят елку. В основном украшают центр города. В Стамбуле, например, наряжена европейская часть города. И надо отметить, что наряжают город не власти, а именно сами собственники магазинов, кафе и ресторанов. Вешают игрушки на витрины на входе. И украшения эти больше в европейском стиле, где изображены олени с упряжкой и санями с Санта-Клаусом, щелкунчик, европейские леденцы. Знаете, такие вот, как крючок в красно-белую полосочку. Снежинки вешают. В азиатской части Стамбула наряжен район Кадыкёй. Остальные районы азиатской части города особо обходятся без украшений. Бывает, попадается где-то в витрина, где на стекле нарисованы снежинки, написано 2023, снежным таким цветом, как снежком припороженным. Вот у нас, например, в спальном азиатском районе Чекмикой практически нигде нет украшений. Пару магазинов как раз на стекле вот так вот и написано. Снежинки нарисованы 2023. В магазинах же появляются рождественские товары, одежда с рождественскими символами, посуда, игрушки. Открываются рождественские ярмерки. В магазинах даже продаются елки и украшения. Вот у нас, кстати, магазин такой открылся. Кстати, там основные турки толпятся. На главных площадях проходят концерты с пуп-звездами. Люди в больших городах в основном очень любят праздновать Европейский Новый Год. А особенно это любят делать молодежь и дети. Дети пишут письма Санта-Клаусу, загадывая разные подарки. Если же говорить про украшение своих квартир, то турки далеко не все ставят елки и украшают свои дома. А те, кто это делают, в основном делают из-за детей, которые чаще тянутся к европейским обычаям. И чаще всего это небольшие искусственные елки. Настоящую огромную ель в турецком доме встретить маловероятно. Мы тоже вот ассимилировались, елку не ставили. Но зато у нас во дворе там есть елка наряженная. Да. Мы вот, кстати, здесь наблюдали вечером по домам. Вокруг нас дома. И нехорошо проглядываются, так как дома достаточно близко друг к другу стоят. И кто вообще как нарядил квартиры свои, кто-то ли поставил какую-то елку. И вот как раз один у нас из соседей напротив дома поставил большую елку. Ну, вероятно, это, конечно, не настоящая ель. Хотя мы, конечно, не трогали, мало ли, может быть, и настоящая, я не знаю. Ну, скорее всего, это, наверное, искусственная. И вот она украшена разными огоньками, гирляндами. И каждый вечер ее включают, и она прям видна из этого дома. Это вот один-единственный такой. Больше ни у кого. Наш друг-дурок вообще не хотел ставить елку, вот так как дочка уже взрослая, и эта опция уже вообще необязательна. Но жена все же поставила небольшую искусственную елочку для нас, чтобы порадовать нас, когда мы придем к ним в гости. Такие милые. Очень милые. Само празднование Нового года отличается от района к району города. Массовых гуляний со всемирным попоющим здесь никто не устраивает. Связано это еще и с тем, что, ну, например, 31 декабря в Турции официальный выходной день. А вот 1 января, если выпадает не на воскресенье и на субботу, то все идут на работу. В интернете написано, что с 1981 года 1 января это официальный выходной день. Но сейчас это не так. И проверить, было ли это настоящей информацией, мы не можем. Но мы спрашивали у местных жителей, и все как один говорят, что 1 января уже давно рабочий день. И у нас вот даже в школе турецкого 1 января это учебный день. И даже Саваш у нас смотрел 1 января на работу, идти в школу свою. Это же воскресенье, ура! Да, не надо идти. Возможно, еще и поэтому никто сильно и не гуляет, так как надо вставать с утра. Да, в школе турецкого вообще экзамен хотели 1 января проводить. И самое интересное, что больше всего протестовали против экзамена 1 января. Кто бы мог подумать? Не мы, жители стран СНГ, а иранцы, которых да как так-то вообще? 1 января, да, это же праздник, Новый год, они, оказывается, там празднуют тоже Новый год. Хотя это вроде бы как страна мусульманская, и даже с претензиями на шариат, но они все равно, мы даже у них спрашивали, а вы вообще празднуете Новый год? Ну, мы общаемся уже по-турецки с ними, а они говорят, да, еще как, и у нас длинные выходные, как в России. Вот так вот. Интересно. Да, да, не удивляйтесь. И некоторые семьи приглашают близких людей и тихо проводят время за просмотром новогодних программ, за настольными играми и общением. Детям под елку кладут загаданные ими подарки. На стол традиционно подаются запеченную индейку, люля-кебаб, кефте и стандартные турецкие салаты. А запеченная индейка, кстати, фаршированная у них, прям как на День Благодарения, да, в Америке. Интересно. Очень смешались традиции. А скуда, да, вообще это произошло. Часть местных ездят в отели и рестораны, где устраивают новогодние программы. В европейской части города и в Кадыкёе много людей сидят именно в ресторанах и кафе. И даже многие ходят на концерты, которые поп-звезды проводят прямо на улице. Поп-звезды это местные, естественно, турецкие. В центре города также очень много туристов, которые приезжают в Турцию специально на Новый год по новогодним турам. Так как множество отелей организуют свои новогодние программы для приезжих. Еще одной главной традиционной новогодней традицией является розыгрыш ежегодной лотереи, в которой всегда на кону огромные суммы, достигающие 20 миллионов лир. Турки очень любят эту лотерею и активно в ней участвуют, надеясь сорвать куш. Кстати, самым частым подарком среди взрослых является именно лотерейный билетик. Сейчас я скажу, куплю лотерейные билетики. Мы уж не знаем, выигрывает ли вообще хоть кто-то, но то, что турки до сих пор верят в возможность распогатеть таким образом, это факт. Вообще, турки, они очень азартные. И, кстати, вот шампанское, подбой курантов с загадыванием желания на салфетке и сжиганием ее в бокале никто не проводит. А зря, так как желания-то сбываются. И вот в этом году мы посмотрим воочию, как будет проходить новогодняя ночь в Стамбуле. И потом поделимся с вами событиями. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте про колокольчик. И, конечно же, свои вопросы, замечания, пожелания пишите в комментариях, присылайте на почту. Всех с наступающим Новым Годом! Пускай 2023 год принесет справедливость и мир нам всем! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok